МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Вот о чем расскажем сегодня. Сидите дома? В крае ужесточают правила въезда в регион. Не знают, чем платить зарплату сотрудникам? Директор спорткомплекса ОПП просит о помощи. Первая сессия АКЗС онлайн. Все ли удалось обсудить и всех ли услышали? В начале выпуска о новых заболевших. В Алтайском крае выявлено еще 34 человека с коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся в нашем регионе – 382. География распространения такова. В Барнауле прибавилось 11 больных, в Змейногорском районе – 6, в Бийске и в Поспелихинском районе – по 5 человек. По одному инфицированному в Паловском и Немецком районах. В Славгриде – 2. По-прежнему в антирейтинге находится Змейногорский район. Там уже 159 заболевших. В Барнауле – 102 человека. Как мы видим, инфекция распространяется быстро не только в центральной части России, но и в нашем регионе. К тому же завтра в стране начинаются долгие майские праздники. Любителям шашлыков и путешествий призыв оставаться дома – не помеха. Это заставило правительство края пойти на новый шаг, ужесточить режим въезда в регион. Теперь со всех приезжих будут брать данные о целях визита, месте и сроках пребывания в крае. Уже сегодня все, кто приезжает в Алтайский край, обязаны уйти из-за его пределов, обязаны уйти на самоизоляцию на 14 дней, проинформировать об этом власти и вести внимательный контроль за своим состоянием. Естественно, все, что связано с обеспечением, опять же, жизнедеятельности, грузы, продукция, сырье и так далее, все это, естественно, будет с проверкой, но беспрепятственно преодолевать наши созданные временные пункты. На 11 временных пропускных пунктах уже дежурят сотрудники ГИБДД, Росгвардии, Роспотребнадзора. Аналогичные меры приняли и в других сибирских регионах. В Алтайском крае ежедневно выявляют новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Чиновники и врачи все настойчивее призывают соблюдать самоизоляцию и оставаться дома. Однако есть люди, жизнь которых карантин почти не изменил. Это маленькие пациенты, палеотивные службы. К ним продолжают приезжать врачи, соблюдая все меры предосторожности. Эти врачи помогают поддерживать жизнь маленьких пациентов. Сейчас у Краевой детской палеотивной службы 130 подопечных. 40 из них живут в Барнауле. Вместе с бригадой медиков мы отправимся на один из вызовов. Сегодня наша бригада выезжает к ребенку, которому проводится искусственная вентиляция легких на дому. Этот ребенок носитель трахеостомы. Сегодня мы будем менять ему контур на аппаратуре, будем менять трахеостомическую трубку. Мы не можем войти в квартиру вместе с доктором. Любые инфекции, не только коронавирус, для таких пациентов представляют опасность. А вот специалисты палеотивной службы должны навещать своих подопечных регулярно. Жизнь ребенка с тяжелым заболеванием должна быть под постоянным медицинским контролем. Эти дети нуждаются в неотложных мероприятиях. Это смена трахеостом, это подбор параметров ВВЛ, противоболевая терапия. В основном, конечно, это дети с тяжелыми неврологическими заболеваниями. Приезжать к таким детям без средств защиты опасно, особенно сейчас, в разгар эпидемии. Поэтому Ольга Казанцева, полномоченная по правам ребенка в Алтайском крае, попросила депутата Государственной думы Александра Прокопьева обеспечить антисептиками индивидуального пользования врачи палеотивной службы и подопечные семьи. Просьбу выполнили. Поставили партию дезинфицирующего средства. Врачам оно сегодня столь же необходимо, как маски, перчатки, одноразовые костюмы. Средства индивидуальной защиты, обработка идет при каждом посещении, обработка поверхностей и наших рук и материалов для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность для наших детей. Врачи говорят, что помнят наизусть не только имена, но и диагноз каждого из подопечных. Ведь для них это не просто работа, профессиональный долг. Это часть их жизни. Дарья Демилер, Николай Шелко, Илья Халяпин. День с толком. В новую эру своей жизни вошли депутаты Краевого законодательного собрания. В цифровую. Сегодняшнюю сессию можно назвать исторической. Проходила она в режиме онлайн. Ну, вынуждена. В период самоизоляции большинство депутатов находилось у экранов-мониторов. Но это не помешало им принять довольно неоднозначный налоговый режим на самозанятых и внести коррективы в курортный сбор. Анастасия Дорога наблюдала за процессом, не выходя из-за компьютера. Такой концентрации камер у депутатов еще не было. Видеоконференция с 23 пунктов. 5 в городе, остальные в муниципалитетах края. Отменить совсем сессию было нельзя. Первый главный вопрос – корректировка казны. Но резких движений пока нет. Депутаты продлили сроки внесения бюджетных планов на 2021 год. Продлеваем сроки внесения закона о краевом бюджете на 2021 год. Не ставим сегодня задачу такого резкого рассмотрения параметров изменения нашего краевого бюджета. Даем право правительству ввести расходы в соответствии с сложившейся обстановкой. И бюджетный кодекс сегодня эти вопросы позволяет. Допустим, приостановить расходы капитального характера, но при этом исполнять расходы социального характера. В следующем вопросе депутаты не были так солидарны – вводить или не вводить с 1 июля налоговый режим для самозанятых. Они хотят в первую очередь мер прямой поддержки. То есть как это делается на Западе? Сегодняшние не самые простые времена. Это какая-никакая, но копейка в бюджетах регионах. Получается, что главная цель все-таки – это не перевести такую категорию, как ИПС, с 6 до 4 процентов. А все-таки львиная доля в случае принятия данного налогового сбора, она коснется совершенно новой категории населения. Именно она будет облагаться налогом, хотя до этого никоим образом не облагалась. Им предлагается через этот инструмент войти в легальный наблюдаемый сектор и получить доступ помимо той инфраструктуры поддержки бизнеса, о которой я сказал, так и получить возможности социальных гарантий. И плюс меры господдержки, например, в случае пандемии. И так разработчики обосновывали необходимость принятия закона. В итоге 12 воздержавшихся, один против, один не голосовал. 50 голосов большинства – закон принят. Но и Стегнеев подчеркнул – выходить из налоговой тени будут только добровольно. Еще один важный вопрос – курортный сбор. До этого дня его выплату отсрочили до 10 сентября. Депутаты посчитали – такого срока мало. Устанавливается более длительный срок для перечисления курортного сбора в краевый бюджет за период с 1 марта по 31 декабря до 10 января 2021 года. 58 за и благодарность от лица депутата Алтайского района Александра Демина. Не дать потануть городу-курорту – сейчас общая задача. Всего же депутаты приняли шесть законов. Как пройдет следующая сессия, пока не загадывают. Но все же отчет губернатора намерены прослушать в мае. Анастасия Дрога, Николай Шелко. День с толком. Алтайские власти после многочисленных просьб дали зеленый свет парикмахерским и некоторым магазинам. Эта сфера вновь возобновила работу, а вот на спортивных объектах по-прежнему висят замки, а их руководство подсчитывает убытки. К примеру, спорткомплекс «Обь» за апрель потерял 3,5 миллиона рублей. Подробности в репортаже Валентина Аскервы. Непривычно, если так мягко сказать. Потому что всегда в бассейне много было и ребятишек, и спортсменов. Вместо шумных заплывов нетронутая гладь воды. Вместо сотен голосов лишь собственное эхо. Один из самых больших бассейнов региона, соответствующий олимпийским стандартам, простаивает уже больше месяца. Вот эти вот висят, которые арена. Маркировка такая, так скажем, да, для того, чтобы, когда спортсмены плывут на стене, чтобы они видели, сколько метров осталось до поворота. Но пока флажки – это просто флажки, а не опознавательный знак. Пандемия оставила спортсменов без стартов, посетителей без возможности поплавать, ну а сотрудников без работы. Убытки за апрель – 3,5 миллиона рублей. Сорплату 150 сотрудникам платить не с чем, да и беспроцентный кредит на эти цели недоступен. И у нас вилка получается. Мы вроде как акционерное общество, вроде как бизнесом занимаемся, но в то же время не можем относиться к бизнесу по законодательству, так как у нас контрольный пакет акций у администрации. Но с другой стороны, у нас и нет фонда оплаты труда бюджетной. У нас и коммуналку мы сами оплачиваем, и зарплату оплачиваем самостоятельно. Кстати, по-прежнему сохранились расходы на обслуживание бассейна. На циркуляцию уходит около 180 тысяч в месяц. Оставить его без этой процедуры нельзя, начнет свисти. Придется сливать и чистить. Стоит это уже полмиллиона рублей. В спорткомплексе есть и открытый бассейн, который обычно в это время начинают благоустраивать. Если бы не было карантина, то открытый бассейн сейчас выглядел бы совсем иначе. Его бы покрасили, отмыли, кое-где обновили бы разметку, а вся территория была бы в лежаках. Но благоустраивать некому. Почти все работники на самоизоляции ждут зарплаты. Сергей Кашников уже готов пойти к главе региона за помощью. Министерство спорта уже обращался. Там, в свою очередь, пояснили, что все арендные обязательства, а в обид тренируются спортивные школы, будут выполнены. А вот по поводу помощи в предоставлении беспроцентного кредита на зарплату сотрудникам пояснили следующее. Как-то будут ему посодействовать в этом, в случае чего? Вы знаете как, он является руководителем. Поэтому у него есть необходимые полномочия. Если он не будет справляться, то мы ему, конечно же, поможем. То есть мы ему можем дать кого-то в помощь. Кстати, спорткомплекс – обе далеко не единственный объект в регионе, который сейчас простаивает. Естественно, спортсфера ждет поддержки и мечтает, чтобы все это поскорее закончилось. Мы каждый день ждем, надеемся, что получится, как в сказке. Утром проснулся, и все прошло, и все, кажется, это было во сне. Валентина Аскерова, Илья Халяпин, Николай Шелко. День с толком. Просят открыть спортклубы и некоторые барнаульские тренеры. Без работы они уже больше месяца. На что сейчас живут и есть ли у них какой-то шанс заработать? Расскажем далее. Хорошо, хоть это не закрыли еще. Мы с ребятами еще посмеялись, что ужесточают режимы. Вообще все закроют, если карантин объявят. Огородят ленты, поставят пост. Но пока вроде тьфу-тьфу, заниматься можно. Подтягивается, приводит в норму дыхания. И сразу очередной подход. Уличные тренажеры – спасение для профессионального фитнес-тренера Станислава Лузанова. Это хоть как-то помогает поддерживать форму. Пандемия сделала его временно безработным. Станислава рассчитали за март и отпустили домой. Деньги закончились. Живет пока на пенсию мамы. Мы сегодня сходили в магазин, купили самый такой, ну скажем так, необходимый минимум. Минимум-минимум. Все. Я посчитал наш семейный бюджет. У нас в кармане лежит 500 с небольшим рублей. А еще, как и у многих, кредиты уже капают проценты. Станислав пытался уйти в онлайн, не получилось. Говорит, клиенты не хотят платить за такой формат. А вот другие тренеры все-таки смогли перепрофилироваться. Корпус назад отводи немножечко. Оборная нога рабочая. Конечно, на удаленке зарплаты у тренеров рухнули больше, чем наполовину. Но это способ хоть как-то держаться на плаву, рассказывает совладелец сети фитнес-клубов Денис Капустин. Здесь выживают только те люди, у которых до кризиса было много персональных клиентов. Они переходят к ним на онлайн. И те, которые действительно чего-то стоят и могут себя подать как личность, как харизматичная личность в интернете. Получается, что те, кто еще не успел сделать себе имя и наработать клиентскую базу, остались ни с чем. Они продолжат экономить и ждать, когда ограничения снимут. Дарья Демилер, Валентина Аскерва, Андрей Печоркин. День с толком. Что и говорить, Бурнаульцы люди спортивные, даже если спортом занимаются непрофессионально. Сейчас поддерживать форму им приходится, находясь дома. Но и в условиях самоизоляции они умудряются научиться чему-то новому. Анна по профессии маркетолог. Танцевать любит с детства. А вот профессионально заниматься хореографией начала всего год назад. Говорит, уже через месяц стала садиться на шпагат. На самоизоляции время тоже даром не теряла. Составила себе план тренировок и научилась, представьте себе, стоять на голове. Нет ничего невозможного. И можно в любой момент прийти, заниматься. И можно достойных результатов добиться за год упорных стараний. То есть даже я там никогда никакой гимнастикой не занималась, ничем. Девушка говорит, заниматься привыкла регулярно. Тренируется по три часа в день. Считает, соблюдать домашнюю изоляцию не значит находиться в полном бездействии. У Анны на этот случай целый тренировочный комплекс. Я нахожусь в гармонии с душой и телом. И мне спокойно. То есть я очень много научилась разных делать балансов и стоек. Далее я делаю вдох через правую настрю. Далее я закрываю правую настрю и выдыхаю через левую. Дарья Батыршина – профессиональный преподаватель йоги, тоже на самоизоляции. Находясь дома с помощью подручных средств, придумала простой, но действенный тренировочный комплекс. Ну, человек дома занимается. У него нет ничего. Зачастую нет ни коврика. И у меня был момент создать что-то такое интересное, чтобы человек мог заниматься. И для меня это вот… Я взяла кресло, мунто, и начала с ним делать. Вытягиваемся вверх. И можно для как усложнения захватить стопу, да, еще подбирать ближе к себе. Такой формат тренировок ей в новинку. Встречи с учениками не в спортзале, а в режиме онлайн. Каждый день Дарья проводит видеоуроки. Говорит вместе с учениками, повторяет и осваивает новые комплексы. Девушка уверена, подстроиться можно под любую ситуацию. Этот же принцип касается тренировок, которые можно проводить где угодно. Было бы желание. Мария Микшута, Николай Шилко. День с толком. Сейчас к другой теме. Желание отдать собаку на обучение профессиональному кинологу обернулось для жительницы Бурнаула сломанной психикой питомца и потерей денег. Женщина обратилась к нам в редакцию за помощью и рассказала о методах воспитания собак с помощью электрического ошейника, удавки и побоев. Как доказать, что собака пострадала от рук кинолога и можно ли привлечь его к ответственности, узнавала Полина Жданова. Жительница Бурнаула Таисия мечтала о породистой собаке 7 лет. Мечта сбылась. В воспитании Оникса девушка доверила кинологу. Он забрал собаку на годичное воспитание в свой питомник. За это Таисия заплатила 125 тысяч рублей. Оникса вернули истощенным и израненным. Он не сдал нормативы по дрессировке. Кинолог при этом не явился на экзамен Оникса, как и не вернул деньги. В заявлении в полицию я писала по мошенничеству, но в отказе в возбуждении дело было. Другие кинологи не хотят брать такую собаку, потому что она очень сильно агрессивна и нервная ешь. Он кидается на людей, он защищает еду, воду. То есть с ним на улицу выйти невозможно. Доказать жестокое обращение с собакой Таисия не смогла. Записи камер из питомника отказались предоставить, а личных фото оказалось недостаточно. Этот недоказанный случай не единичный. Кинологи нередко применяют жесткую механическую дрессировку и часто перегибают палку. Здесь начинает кусать, я ей раз, больно делаю. К сожалению, в таких случаях закон о защите животных практически не работает, говорят юристы. Можно привлечь кинологов только к материальной ответственности, если есть договор или расписка. Но если бумаг нет, действует другая лазейка. Если были перечисления на карту, например, какого-либо банка данному дрессировщику, то можно обратиться с исковым заявлением о взыскании с него неосновательного обогащения, поскольку, скорее всего, в указании платежа, в описании платежа, не было указания, на какую цель поступают эти денежные средства. Следовательно, это неосновательное обогащение, и в судебном порядке эти денежные средства можно попытаться вернуть. А единственный способ доказать жестоко из дрессировщика свидетели – видео и фото доказательства. Молодые кинологи считают, что побои, немотивированное применение удавки или электрического тока устарели как метод. Нет смысла учить какими-то старыми методами, постоянно щенка дергать, постоянно наказывать его. Можно ему объяснить, что можно каким-то вещам научиться через позитив. Единственное, что я не советовала бы делать однозначно, это отдавать собаку на дрессировку, на постоянную, чтобы с ней кто-то занимался. Жесткие способы дрессура необходимы при слишком агрессивном поведении пса, либо в спорте. Но если кинолог советует бить щенка палкой или душить за непослушание – это тревожный звоночек для хозяев. Кстати, мы пытались попасть в питомник, на базе которого дрессируют кинолог Оникса, но нам не открыли дверь. Возможно, мы никогда и не узнаем, что происходит с железными дверьми таких питомников, куда пострадавшие отдавали своих собак. Однако есть доказательства, которые подтверждают жестокое обращение определенных дрессировщиков. Но, тем не менее, доказать их причастность к нарушениям психики животного очень сложно. Поэтому добросовестные кинологи настоятельно просят владельцев внимательно выбирать того, кому вы доверяете своих собак. Полина Жданова, Алексей Фризин. День с толком. А сейчас переходим к позитивным новостям. Сегодня Международный день свечника. Найти в городе свечных дел мастера казалось непросто. Но нашей съемочной группе удалось познакомиться с умельцами и своими глазами увидеть процесс рождения свечи. У меня в руке не просто свеча, а настоящее произведение искусства. О том, как изготовить такую свечу в домашних условиях, нам сегодня расскажет Марина. Настоящий мастер свечного дела. Марина занялась изготовлением свечей год назад. Говорит, решила разнообразить домашний интерьер. Со временем хобби превратилось в любимую работу. Теперь на кухне не только готовит, но и отливает парафиновые свечи. Так, парафин растопился. Неловкий, да, московой. Сначала светлого цвета. Можно любого цвета. Зеленый, желтый, какой вам души рад. Такие свечи создавать действительно сложно. Процесс занимает от четырех часов и более. Но для Марины это большое удовольствие. Секрет успеха в том, что в качестве украшения используют исключительно натуральные составляющие. Это шишечки, веточки, сухоцветы, кофе, чай. Все, что возможно. Какие-то там ракушечки, бусинки. А для Виктории изготовление свечей скорее хобби, чем работа. Занимается любимым делом для души. Согласилась не только показать свой секрет производства, но и научить нас технологии изготовления свечей из пчелиного воска. Далее мы берем вот за этот вот краечек и начинаем в раково подминать. Вот так вот, чук-чук-чук, прям так. Как пластилинчик, да-да-да. А это уже процесс отлива свечей из соевого воска. Кстати, у Виктории в любимом деле есть помощник. Роберт Марсович, так зовут кота. И все, хватит, да. Мы не доливаем полную. Почему? Потому что воск еще будет оседать. Девушка говорит, соевый воск хорошо передает аромат, горит дольше парафина и не выделяет вредных веществ. Зажигать свечу как нужно? Зажигать свечу нужно живым огнем. Огонь это у нас стихия. Она одна из самых, наверное, сильных стихий, которые у нас есть в природе. Поэтому к ней нужно относиться с уважением. Мы зажигаем ее обязательно от спички. Виктория уверяет, горящая свеча помогает расслабиться и привести в порядок тревожные мысли. К слову, мое произведение не очень удалось. Поэтому попробую помедитировать и зажгу сегодня свечу, подаренную Викой. Мария Микшута, Андрей Печоркин. День с толком. На этом я с вами прощаюсь. Очередной выпуск нашей программы завтра в это же время. Хороших вам выходных. Ну а далее прогноз погоды. Спонсор – компания «Эвалар». Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова